привет дорогие друзья с вами сегодня опять я доктор александр шишонин сегодня мы с вами будем говорить про суставы почему они болят у вас вот вопрос задаются время то что у меня болят эти суставы почему они у меня болят к врачу приходит чем не болят суставом ну потому что артроз или там этот артрит все надо обезболить чтобы не болел так на самом деле внятно никто и не ответит почему они болят эти суставы то есть что происходит в основном у современного человека суставы болят из-за того что мало двигаются как-то не странно хотя большинство наверно врачей подавляющие вам даст рекомендацию если у вас суставы заболели не двигаться меньше двигаться это как бы настолько нелогично что просто порой даешься диву потому что если вы не будете двигаться то сустав у вас не будет болеть пока вы не двигаетесь но как только вы начнете пытаться его нагружать у нас опять заболит и заболит еще сильнее поэтому современный подход к этому вопросу такой что в основе всех более хронических суставах которые называют в основном врачи как и пациенты артрозами артроз коленного сустава артроз тазобедренного артроз голеностопного артроз локтевого плечевого из-за чего из-за того что мало нагрузки поэтому лечебные методики с все хорошие действительно методики которые помогают они связаны с тем что мы даем пациентам лечебные нагрузки то есть двигаемся двигаем больным суставом через боль вот как это не может показаться странным для чего и почему и вообще они болят из-за того что не двигаются казалось бы наоборот не двигается же там отдыхает сустав он должен прям сохраняться такой прям весь идеальный хороший а нет природа устроена по-другому прежде чем мы продолжим пролистайте в описании под этим видео там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар переходите на мой сайт и узнавайте подробности сделайте это прямо сейчас будет очень полезно что происходит изнашивается хрящ изнашиваются связки вокруг сустава которые в основном и болят хотя что он изнашивается но не болит вот связки эти вокруг сустава и сухожилия мышц которые крепятся в зоне сустава вот они болят изнашиваются почему вроде как мало же двигаемся должны наоборот не изнашиваться а изнашиваются потому что когда мало движения вот связки и сухожилия и хрящи они состоят из клеток ну допустим хрящи состоят из хондроцитов в переводе означает клетки хряща хондро хрящ в связках фиброциты да то есть фибра связка и в сухожилиях и вот эти самые фибра и хондро ну то есть клетки из которых это все состоит они если не получают нагрузку то они начинают постепенно умирать а те клетки которые тоже там есть рядом с ними называются бласты то есть это циты зрелые клетки а есть незрелые бласты они там тоже есть фибробласты есть хондро бласты там и так далее вот они то перестают делиться без нагрузки то есть им нужна нагрузка физический стимул чтобы они делились и рожали из себя как бы делясь новые хондроциты и новые фиброциты а этого не происходит поэтому старые циты вот этих хондроциты они умирают постепенно изнашиваются уже они недолго живут они живут как правило около полугода они должны обновиться и вот если человек годами не двигается суставы не нагружает у него вот эти все там хондроциты все поумирали а бласты они сидят без дела на них никакой нагрузки никто не дает понимаете и начинается разрушение сустава которое мы на рентгене видим как хрящ разрушается да мы же там связок не видим на рентгене и все и вот увидели на рентгене это когда там в 50-х годах прошлого века на рентгене видно хрящ он разрушает значит что он виноват хрящ и придумали то всякие хондропротекторы до всяких вот эти вот чушь которую людям впаривают и люди эту чушь вот это применяют хондропротекторы всякие мази там таблетки для того чтобы суставы у них не болели чтобы крепче были а на самом-то деле надо применять физическую нагрузку понимаете на рентгене видно что он разрушился но на рентгене не видно что там есть хондроциты и хондробласты до который надо стимулировать физической нагрузкой вот что на рентгене не видно вот поэтому причина боли сустава запомните все заключается именно в недостатке физической нагрузки у спортсменов у людей тяжелого физического труда может быть причина в другом в переизбытке физической нагрузки это тогда настолько сильная нагрузка что вот эти самые фибробласты и хондробласт то они не успевают делиться то есть они на пределе мощности работают а все равно не успевают хондроциты и хондро и хондроциты и фиброциты вот эти сухожилия и хрящи клетки да они настолько быстро изнашиваются от гипер нагрузок что хрящ тоже разрушается выглядит это примерно одинаково что вот недостатка движения идет вот это разрушение что вот избытка прежде чем мы продолжим пролистайте в описании под этим видео там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар переходите на мой сайт и узнавайте подробности сделайте это прямо сейчас будет очень полезно но причина разная данном случае поэтому человеку нужно соблюдать гигиену движения гигиену движения и выполнять много суставные упражнения но об этом мы поговорим в следующем видео с вами и о нагрузках и о гигиене там и так далее а сегодня я вам рассказал про причину так ну более-менее наглядно чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов будьте здоровы с вами был доктор шишонин пока подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить новое видео для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту выберите получать все уведомления также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора шишонина клуб бывших гипертоников доктора шишонина видеофильмы доктора шишонина запись на обследование в клинику будьте здоровы